Тяга к прекрасному свойственна абсолютно каждому человеку. Ежегодно 9 сентября во всем мире воспевают красоту и даже отмечают Международный День Красоты. Сегодняшняя наша гостья не просто знает, что это такое, но и мастерски умеет создавать эту красоту. Тем самым она радует своим талантом не только прекрасную половину человечества, но и суровых джентльменов. Сегодня у нас в гостях топ-визажист Ангелина Казанова. Здравствуй, Ангелина. Доброе утро. Я рада тебя сегодня видеть в нашей студии. Хотелось бы поздравить тебя с твоим профессиональным праздником, потому что, как я уже сказала, ты не просто знаешь, что такое красота, ты умеешь ее создавать. В связи с этим я хотела бы сегодня немного о тебе рассказать нашим телезрителям. Одно дело твои профессиональные навыки, которые уже получили признание всероссийского масштаба, но хотелось бы рассказать, как так получилось, что ты пришла в эту профессию, почему выбрала это направление для себя, и какие эмоции ты испытываешь каждый раз, когда делаешь людей красивыми? Ну, во-первых, я хочу поздравить с этим прекрасным праздником всю нашу прекрасную половину, потому что непосредственно это относится ко всем, да, поэтому, дорогие девушки, всегда будьте прекрасны красивы. В один прекрасный момент у меня случился такой разговор со своими близкими девочками о том, что я всегда любила красить, всегда собирала своих подружек, всех знакомых девчонок на различные мероприятия, и как-то мне девочки мои предложили, а не хотела бы ты развиваться и прийти в профессию, то есть начать красить уже профессионально. Ну, эта идея, конечно, мне понравилась. Я взяла курсы, базовый курс по макияжу, да, и начала ходить здесь у нас по месту в Корчао-Черкесии к девочке. Я проходила месяц, и я настолько влилась вот в эту атмосферу красоты, что буквально через месяц после окончания курсов я решила уйти из основной профессии, представляешь, один. Скажи, пожалуйста, было страшно принимать такое решение, потому что все-таки вот зачастую люди в сознательном возрасте, они боятся менять все-таки направление, да, что все-таки стало таким вот переломным моментом, что ты решила, все, ухожу. За последние пять лет вот как раз у меня был карьерный рост, я была начальником отдела, но я понимала, что я уже дошла до точки, дальше, да, дальнейшего развития уже у меня не будет. А я всегда в поиске чего-то нового, чего-то интересного, и... Ну, ты творческий человек, это видно. Да, 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 и вот в моменте я решила, думаю, была не была, я понимала, что профессия визажиста, это та профессия, которую действительно нужно любить, потому что в эту профессию очень многие девочки молодые приходят с мыслью заработать, но чтобы заработать в этом деле, нужно много навыков, много обучений пройти, и это будет ни год, ни два. Вот, и я понимала, что это моя стезя, я решила для себя точно, и вы не представляете удивления моего руководителя, когда я пришла писать заявление об увольнении. Он тебя спросил, а куда ты уходишь? Ну, до него уже доходили слухи в то время, что я начала серьёзно этим делом заниматься, и, естественно, он мне не подписал заявление, он мне сказал, не занимайся глупостями, как ты можешь достичь всего этого, да, и уйти в неизвестность. Но попытка была трижды, на третий раз всё-таки заявление мне подписали, в конце он меня обнял, пожелал удачи и сказал, молодец, кто не рискует, тот не пьёт шампанского, эти слова я до сих пор запомнила, и он сказал, что наши двери всегда для тебя открыты, если вдруг ты передумаешь, ты всегда можешь вернуться. Но, хвала Всевышнему за вот эти почти четыре года, как я уже ушла, я думаю, что я в своей профессии, вот в новой профессии визажиста добилась очень многого. Хотелось бы сказать о твоих заслугах как раз, да, как ты и правильно уже упомянула, ты постоянно учишься, я знаю сама, мы с тобой давно знакомы, всегда наблюдаю, как ты посещаешь различные мастер-классы, и, собственно, я так понимаю, ты не жалеешь вкладываться в знания, потому что всё-таки даже работа визажиста, не даже, а работа визажиста, это требует постоянных обновлений каких-то знаний. Вот, и я смотрю, ты всегда держишь руку на пульсе. Более того, ты была победителем всероссийских конкурсов, и тебя даже печатали в журналах. Вот расскажи немножко об этом опыте, как это вообще получилось, и как ты оказалась, скажем так, участником такого конкурса. Да, я вам скажу, что это получилось совершенно случайно. Мы, как все, и все молодые люди сидят в интернете, в соцсетях, да. Я вот в один день сидела, и в прямом эфире вышел один из знаменитых визажистов вообще по всему миру, Феликс Штейн. Я вообще люблю наблюдать за коллегами, и как раз вот у меня был свободный период. Всегда учишься, что-то. Я думала, что он выйдет, может, покажет какие-то свои фишки. И думаю, как раз посмотрю прямой эфир. Но он вышел с объявлением, что они набирают визажистов на международный конкурс. Это же не всероссийский, да. А на международный конкурс. На тот момент у меня было полтора года стажа. Это в профессии, это совсем мало. Да, но я решила для себя, что я хочу попробовать. Там было пять категорий. И можно было выбрать любую из категорий и в какой-то из них участвовать. Но я не из робкого десятка. И взяла все пять категорий. Решила участвовать во всех пяти категориях. И из них в четырех категориях я прошла в полуфинал. Это очень серьезное достижение. На самом деле, учитывая конкуренцию, которая была на международном конкурсе. Я, кстати, видела твои работы. Это даже больше было похоже на какой-то профессиональный грим именно. Да, вот некоторые из этих работ. Да, да, да. Знаешь, здесь вот именно ты мог проявить свои творческие навыки, твое видение. Потому что нам давали задание какой-то определенный образ создать. И ты уже в своей голове что-то рисовал, придумывал. И потом уже воплощал на модели. В самом начале я говорила о том, что ты создаешь эту красоту. Вот бытует мнение, особенно среди, наверное, сильной половины человечества, о том, что макияж не особо нужен-то всем. Вот как ты считаешь, макияж, он скрывает недостатки или, наоборот, просто подчеркивает достоинство человека, ну, девушки в данном случае? Ну, здесь, конечно, зависит от мастера. Да, потому что есть категория девушек, которые приходят и просят просто слегка подчеркнуть красоту, а есть девушки, которые любят действительно тяжелые макияжи, они просят кардинально изменить внешность. Но, слава богу, мы уже от этого немножко отходим. Да, сейчас уже в приоритете более естественный макияж, легкий тон, без лишнего перебора. Даже вот контуринг, который раньше был актуален, любим, да, сейчас уже он стал более легкий. Те же самые и брови. И, кстати, сейчас вот уже тенденция идет на тонкие брови, мы опять возвращаемся в прошлое. И я, конечно, за естественную красоту, за красоту, которую нужно подчеркнуть слегка. Ну, все, конечно, по желанию клиента. Если человек хочет грим, сделаем грим. Скажи, пожалуйста, вот все-таки ты работаешь с людьми, это значит, что каждый раз ты получаешь какую-то обратную связь. А вот, может быть, у тебя были какие-то истории, запоминающиеся, когда тебя там вот прямо отблагодарил человек и сказал, спасибо, ты мне буквально там, я не знаю, вот спасла сегодняшний день. Или, наоборот, какие-то, может быть, ну такие веселые ситуации, вот связанные с твоей работой. Ну, Мадин, какую-то конкретную прямо историю я тебе вспомнить не могу, потому что слова благодарности слышу практически каждый день. Ну, вот буквально на днях ситуация была, была невеста, ну, у нас есть такая услуга, как сопровождение, то есть мы весь день проводим с невестой, то есть если ей что-то необходимо подправить. Мы всегда находимся, как бы, рядом с невестой, и, ну, как бы, в любом случае для девушки это тоже хорошо, и она себя чувствует уверенно. И, значит, была такая ситуация, что мне пишет девушка, что я бы хотела сделать у вас свадебный макияж. При всем при этом она мне начинает объяснять, что я прошла практически многих визажистов, делала пробный макияж, и я не могу найти то, что мне нужно, а свадьба буквально через пару дней. У меня на пробном макияже она не была. И то есть она говорит, если у вас есть свободное время, я бы хотела вас забронировать на этот день. Полностью на день, да? Полностью на день, да. Я как раз посмотрела по графику, у меня день этот был свободный, и у меня, знаешь, сразу, я начинаю прокручивать ситуацию в голове так, в Карачаево-Черкесии визажистов много, с большим опытом, у нас очень много талантливых девочек с хорошим опытом. Думаю, хорошо, если она прошла, и их всех ей не понравилось, что же могу нарисовать я, понимаешь? Что же можно предложить человеку? Да, на свой страх и риск я согласилась. Этот день настал, мы приехали с моей коллегой, которая делает прически, я ей эту ситуацию тоже рассказала, мы приехали и напряглись. Мы сидим, ждем, что сейчас выйдет какой-то монстр, понимаешь? Скажешь, мне нужно вот это, да? Ну да, какая-то очень требовательная девушка с какими-то своими запросами, да, нереальными. Да, что она что-то непонятное нарисовала себе в голове, смогу ли я ей помочь. Ну, по воле Всевышнего, все получилось идеально, она была в восторге, благодарила, и вот буквально на следующий день она пригласила нас к себе домой с благодарностью, и мы делали ей повторный макияж. Просто уже потому, что ей понравилось, да? Вы знаете, мне понравилось, сделайте еще раз, да? Ну, это здорово на самом деле. Все-таки я думаю, что когда ты правильно сказала, что если человек любит свое дело, то это видно, заметно, и ты получаешь не только какую-то финансовую составляющую, но и вот эту энергию, да? Вот в своей работе что ты больше всего любишь? Именно экспериментировать или вот этот момент, когда завершается макияж, или в самом начале, когда ты только вот придумываешь, какой вопрос? Знаешь, Мадин, вот какой-то определенный момент выделить не могу. Я полностью отдаюсь работе. То есть это начинается с момента, когда заходит клиент. Я, ну, как полагается, всегда приглашаю и предлагаю чашечку кофе или чашечку чая. Всегда стараюсь начинать с разговоров, потому что хочется всегда какой-то лайтовую атмосферу, чтобы найти контакт с клиентом, посмотреть, какой он из себя. И после этого, когда уже человека ты выводишь на разговор, ты уже нет-нет понимаешь, что он хочет. Поэтому я не могу выделить какой-то определенный этап. Я люблю и отдаюсь профессию полностью, да. Ну и такой момент. Как ты считаешь, в Карачао-Черкесии публика, скажем так, да, она такая требовательная или, в принципе, достаточно у нас такая нескушенная публика вот в отношении визажа, макияжа? Вот я заметила, знаешь, такую тенденцию, что девушки постарше, то есть те, которые, думаю, скорее всего, после 30, которые более уверены в себе, они могут сказать, что они хотят конкретно, как они это видят. То есть я люблю таких людей, и я понимаю, когда человек приходит и знает, что он хочет, то есть и может донести до меня, мне проще, да. Тяжелее работать с категорией, которая немного помоложе, особенно те, которые на макияж приходят первый раз. Это непредсказуемый конец, потому что ты не знаешь, что ожидать. Ангелина, такой вот вопрос. Сейчас, я думаю, что много молодых девушек в начале своего, скажем так, жизненного пути и рассматривают профессию визажиста. Сейчас это действительно востребованная, высокооплачиваемая работа. Хотелось бы от тебя, как от уже опытного человека, услышать пару советов. Что бы ты посоветовала тем, кто в начале своего пути как визажист, или кто думает над тем, стоит ли этим заниматься? Девчонки, те, кто только приходят в эту профессию, я хочу сказать, больше уверенности в себе и ни в коем случае не отступать. Потому что, как я вот говорила в начале, очень многие приходят в эту профессию зарабатывать. Это не та профессия, где ты начнешь зарабатывать сразу. Здесь обязательно нужно терпение, нужно терпение, нужны навыки. Вот молодые девочки всегда себе рисуют какие-то красивые картинки, что я сейчас закончу курсы, сразу у меня выстроится очередь из клиентов, я начну работать, начну зарабатывать. Нет, для того, чтобы начать зарабатывать, нужно для этого что-то сделать. Во-первых, я всем настоятельно рекомендую, пока вы не накрасите человек 40-50 бесплатно, вообще не брать никаких денег за услуги. Да, потому что в любом случае надо поставить себе руку, надо быть уверенным в том, что ты делаешь. И люди приходят с разными запросами, во-первых. Во-вторых, у каждого своя кожа, как ты сама понимаешь, у каждого свой кожа. Индивидуальные какие-то. Да, и пока ты несколько раз на каждом типе кожи не попробуешь сделать макияж, наложить тон, подготовить кожу, ты не разберешься, и ты не сможешь удовлетворить клиента так, как он хочет. Если человек уйдет недовольный, повторно он к тебе уже не вернется. Что ж, Ангелина, спасибо тебе большое за такую познавательную, я бы сказала, содержательную беседу. Я думаю, что девушки, которые планируют как-то выстраивать свою карьеру в бьюти-индустрии, сегодня прислушались к твоим советам. Еще раз хочу поздравить тебя с профессиональным праздником, собственно, как и всех жительниц Карачаева-Черкесии. Я с вами прощаюсь и до новых встреч.